Музыка 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 номер 1 январь 14 года от издателя в январе луна рекомендует содержание номера это мы все быстренько пробраться январь месяц приметы и особенности января так над чем я сейчас работаю это в четырнадцатом году не идет шестидесятый год так то есть я пытаюсь собрать переработать изложить весь материал в едином труде поведение здорового образа жизни серия книг включающие общемировой опыт многих поколений людей изложенных моем пересказе и осмыслении то есть над чем я работаю но задача огромная и я так сказать пытаюсь ее сделать пытаюсь пытаюсь подхожу что-то получается что-то не получается значит возникновение и устройство человеческого организма пространства жизни то есть все это попытки сезонные годы идет осмысление построение человеческого организма идет идет осмысление ну не так то все просто все это ну вот я начал значит вот тут как раз видно что человеческое тело объемное то есть что ему придает объем ребра да у нас имеются левая страна правая сторона то есть если посмотреть на окошечку у нас идет вихрь один сюда другой идет отсюда или в одну сторону другую сторону и строит объемное наше тело и насколько энергетики этого вихря хватает настолько будет поддерживается форма нашего организма ну и будет вот на каком это уровне этапе все это идет это скорее всего строится на этапе формы то есть построение организм должен иметь какую-то форму и вот общая форма общая форма в виде такого значит вихре на то же время этот вихрь должен вихрь этот стать ну будем говорить но не стать а приобрести или пройти через стадию кристалла в котором значит заключены все эти еще первоэлементы которые дают там а вот ну пространство дает пространство воздух дает движение в этом объеме до огонь дает тепла теплоту вода значит дает какие-то твердые такие элементы земля уже дает там как древние говорят мясо кости вот и в добавок еще отвечает за нос и обоняние не просто над всем этим работать но вот я начал и теперь мне хотелось бы перейти к следующему этапу вот значит тут вот можно так вот просто сказать вот они какие у нас тела бывают значит первое у нас от вихревого движения второе гравитационное третье магнитное поле четвертое световая энергия приводит к появлению температуры это 6 поле да и наконец появляется уплотнение плотная материя это 7 но это все так сказать этапы материи довольно таки сложны я остановился на значит индусской системы которая изложена то есть у нас идет частица бога в нас атма ее носитель будхи далее идет манас ум высший ум низший ум потом тело желания мы желаем насколько мы желаем нас вы нас воля проявляется далее у нас за телом желания идет более плотная это проническое тело энергетическое тело за энергетическое значит эфирное тело двойника нашего точная копия и наконец таки физическое тело вот по от этой древней методики и я начал работать все тут я излагаю детку система детка порфир и коничья иванова как она менялась то есть все все менялась у меня была такая большая книга история паршика кому-то ее дал почитать возможно же ты подарил и там вот как раз его дневники как все менялась как все начиналось описано им самим так что у нас дальше идет темперамент а это я уже дальше рассказывать темпераменте откуда он возникает конституция индивидуальность то есть как строится человеческое существо все уже давно известно все это надо вернее давно было изложено просто напросто надо действовать и спокойненько жить развиваться совершенствоваться а не знаете вот потеряв смысл жизни человек не понимает зачем ему эта жизнь дается тем более что их несколько дается все это отбросили отбросила религия отбросила наука но но это то влияет тем не менее и хочешь не хочешь а к этому опять приходится и пока это так сказать на такие подпольные здания которые ранее были но их сделала современная наука потому что современная наука пошла по пути зарабатывания денег больше ничего не интересует как можно больше денег значит это как раз я разработал описывал методики различных авторов и далее делал сделал такие выводы какая новизна внесена авторами средства и методы самоздоровления то есть каждый человек что-то там такое внес ну насколько это вот их не вклад большой потому что каждый человек для себя что-то подобрал сделал это не значит что она подойдет для другого чтобы подошло для другого здесь больше надо ссылаться на аюрведу которая все это дело выверила что и как исцеляет электромагнитная терапия магнитотерапия откуда она пошла насколько она эффективна вот столько всего изложено изложено что где-то я уже и забыл этот материал целебное воздействие ну что если взять электричество то электричеством заряжена весь наш организм у нас имеется своя бумагнитная магнитная ось в организме и как только теряется заряд организма вот эти все частицы которые заряжены и отталкиваются друг от друга они начинают сразу же слипаться и образуются разного рода конкременты уплотняется и начинается дальше если конкременты в почках камни в желчном пузыре камни а вот если в мышцах то уже желваки мышечные а вот если в толстом кишечнике то уже каловые камни вот из книги витамины минералы по псевдонимному питанию человека прекрасная книга прекрасная книга так как поднять гемоглобин морковный сок стоит редкий смесь соков вот и вся наша газетка скепидарная ванна из Алманова прекрасная вещь